Собрались мы огромной толпой поснимать самоучитель по фрирайду. Ты прям послушал три приложения и сразу как боженька покатил по склону. А прыгать, как прыгать? Прыгать? Да. Короче, когда взлетаешь, максимум такой, вау. И вот в этот момент должен испытать блаженство, кайф, и не зажиматься, а начать радоваться, распускать крылья. Всем удачного фрирайда, встретимся в горах. Лыжи должны быть для кайфа, а не для трюков. Вам может быть наоборот, а я кайфую. При поддержке фонда поддержки здорового образа жизни, спорта и туризма. Физкульт-привет, туристы! Сегодня Иван Малахов расскажет вам про прыжки во фрирайде. Он заработал себе кличку Mad во Freeride World Tour именно за свои самые безумные прыжки на этих соревнованиях. Сейчас мы едем на Хлебница каскад подъема в Шерегеше, и мы можем посмотреть те дропы, которые мы собираемся прыгать в этом обучающем фильме. Вот, смотрите, мы видим хороший камень, мы можем посмотреть, как выглядит приземление, куда вы будете укатываться, видим, как надо подъехать к бугуру, откуда слева или справа легче будет оттолкнуться, и только потом вы пробуете сделать этот прыжок. Чтобы начинать делать первые прыжки во фрирайде, надо выбирать совсем небольшие кочечки, совсем небольшие трамплины. И даже в идеале их можно так готовить, то есть пройтись лесенкой и подготовить трамплин для вылета. Прыгать вот буквально, начинать с такого расстояния, и увеличивать его только после того, как вы понимаете, что вы контролируете свой маленький прыжок. Дроп – это когда вы прыгаете по горизонтали или даже вниз. Кикер – это когда есть восходящая часть траектории, то есть вначале вас выбрасывает вверх, а потом вы уже летите вниз. Чтобы прыгнуть в дроп без разгона, я подбираю совсем небольшую скорость, разгоняюсь, еду на пятках, приземляюсь. Это дроп. Я отталкиваюсь так же, как с трамплина. Та же техника. Отталкивание с трамплина. Самое важное – смотреть на край вылета и на приземление. Потом спокойно останавливаемся. Не забывайте просмотреть дроп снизу и сверху, прежде чем прыгать с него. Потому что дроп снизу выглядит совершенно иначе, чем сверху. И самое сложное в прыжке, что дается трудно даже опытным лыжникам – это правильно оттолкнуться от трамплина. Ты должен заехать на трамплин и в нужный момент, ну, оттолкнуться сильно, сильно оттолкнуться. Дальше занять правильное положение в воздухе и приземлиться. И вот одна из самых распространенных ошибок – человек не понимает, в какой момент ему оттолкнуться. Лыжник заезжает на трамплин и от края трамплина, когда вот мыские лыжи уже, можно сказать, выезжают в края трамплина, он делает этот отталкивающий момент. Очень легко или не успеть оттолкнуться, или оттолкнуться от начала трамплина, от середины трамплина. Это ошибка грубая. Нужно понимать, что нужно от края бугра или трамплина, или препятствия, или дропа отталкиваться. Ваня сумасшедший русский. Он делает два поворота и хочет прыгнуть с кочки на кочку. Еще очень важный нюанс – как правильно приземлиться. Даже в сноупарке первый проезд рекомендуется делать в холостую, просто с осмотром кикеров и приземлений. Конечно же, приземление будет более удачным, если на приземлении будет наклон, хороший наклон на приземлении, мягкий снег и место, чтобы спокойно и комфортно выкатиться после приземления. Соответственно, если вы приземляетесь, опять-таки, не в равновесную стойку, то вы падаете. Но еще хуже, если вы приземляетесь в равновесную стойку и бьетесь об своей коленке. То есть, если амплитуда прыжка большая, очень легко удариться об коленке. Ребята, на моем первом туристическом канале есть видео «5 советов по прыжкам во фрирайде», записанной Саней Орловой, лучшей фрирайд-сноубордисткой России. Рекомендую посмотреть. Ссылочку оставлю в описании. Ребята, как любитель, позволю дать себе несколько любительских советов. Первое. Используйте защиту. Максимальное количество, все, что можете на себя одеть. Шорты, спину, наколенники, налокотники и обязательно шлем. Второе. Не превышайте своих возможностей. Начинайте с маленьких кочек. Хорошая идея будет потренироваться вначале на батутах, потом, может быть, переместиться в сноупарк. Да, по сноупарку есть видео, посмотрите ссылочку в описании. Обязательно просматривайте те кочки, камни, скалы, с которых собираетесь прыгать. Посмотрите заезд, посмотрите место приземления и обязательно выкат за ними. Если у вас есть хоть малейшие сомнения, лучше откажитесь от прыжка. Здоровье, оно дороже. Не пытайтесь учиться трюкам во фрирайде. Трюки учите в сноупарке, на батуте, на подушках и только потом переносите их во фрирайд. Я поехал! Спасибо вам за то, что делитесь нашими видео. Надеюсь, что самоучитель для фрирайда будет полезен не только для вас, но и для ваших друзей. Увидимся в следующих выпусках. Пока!